Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова И внутри Бакрона обвиняют в том, что он использует это для зарабатывания своих очков, своей внутриполитической. А насколько в Вашингтоне обеспокоились и недовольны этим? Такой хайп, который раздумывают газеты? Кто будет выражать агрессивную точку зрения в коалиции, в альянсе? И решила тогда, видимо, Франция взять на себя эту мантию атаки. И это встречено, конечно, осторожно, потому что мы все эти слова типа кинетических встреч, когда тело к телу, когда мы не хотим, чтобы был солдат на солдате. Вот американец против русского. Этого нужно всеми способами пытаться избежать, как говорит наша, видимо, сегодняшняя логика и стратегия. Поэтому, когда заявление Макрона о том, что что угодно, что может привести к тому, что приведет столкновение между солдатами НАТО и солдатами России, это, естественно, угроза существующему порядку. Но Байден не в первый раз, в принципе, показывает, что он не против, чтобы его толкали к этому терновому кусту, куда он, может быть, даже, может быть, он, знаете, не я один. Юрий Фишнинский говорит о том, что Европа готовится к этой большой войне с Россией уже достаточно давно. И, возможно, это часть того процесса, когда мы переходим от защиты к более агрессивной реакции, потому что нужно. И эксперты, которые, я уверен, вы тоже слушаете разных экспертов, но есть, например, очень популярный сейчас Питер Зейхан, ваш тезка почти что. Но он считает, что действия Макрона приведут к каким-то ощутимым результатам уже к концу года. То есть ситуация накаляется, и ситуация движется, что даже несмотря на то, что, а, возможно, из-за того, что бездействует американский конгресс, то нужно всем другим активизироваться. И тот факт, что можно быть недовольным дипломатически заявлениями Макрона, это не означает, что кто-то будет, ну что, пытаться его остановить. Это не Орбан, это Макрон. Поэтому здесь большая разница, и мы видим, что это человек, который является частью коалиции Запада. Я бы его не назвал таким ответом Жириновскому от НАТО или Медведеву. Но кто-то же должен вести более активную риторику. Пусть Макрон, посмотрим, к какому результату это приведет. Вот еще одно заявление, очень такое Байден, я не знаю, слышал или нет, Юрий, о том, что он нашел еще один способ, как защитить Украину от Путина. И это произвучало во время встречи с избирателями в Северной Каролине, где он, Байден, рассказал об инициативе увеличить налог на прибыль для состоятельных граждан с 8,2% до 25%. Это позволило бы существенно сократить дефицит федерального бюджета, в том числе, наконец, защитить Украину от пестига Путина. Сказал, Байден, знаете, тут мы можем рукоплескать Байдену и говорить, во, а мне кажется, вот таким заявлением он еще существенно снизил свои шансы на переизбрание в ноябре, потому что можно себе только представить, как это будет подаваться в право-популистской прессе и медиа. Я думаю, что тут очень важно понимать контекст этого заявления, потому что тот факт, что это было сделано в Северной Каролине, уже невероятно интересен для меня, потому что там сейчас это тот штат, который демократы надеются отвоевать себе в свой столбик на выборах и таким образом сделать, как бы еще больше гарантировать победу Байдена в электоральном колледже. И это делается из-за того, что там кандидат от республиканцев, человек, который только что он оскорбил Бейонсе. Ну, это уже просто такое дно он пробивает. А то, что он уже до этого заявил, что не было катастрофы, холокоста, то есть он просто по списку идет и, значит, уничтожает. Это кандидат в губернаторы от республиканской партии, поэтому у демократов большие надежды, поэтому президент присутствует там, где нужно. Кстати, для тех, кто говорит, что старенький Байден, у которого нет энергии, он сейчас по стране летает, как ястреб, в то время как Дональд Трамп выигрывает гольф-турниры у себя, значит, в имении, в собственном имении выигрывает турниры. Хорошо, значит, Байден оказывается в Северной Каролине, он заявляет, что нужно повысить налогообложение миллиардеров. Это откуда? А это сейчас мы видим опросы населения показывают двухпартийную поддержку того, что нужно повысить налоги на миллиардеров. Это стало популярной политической идеей, поскольку сейчас нужно особенно прислушиваться к таким идеям, и президент делает выбор, какие из таких идей он берет себе на вооружение, и он решил уже достаточно давно, что он будет говорить только про повышение налогов для тех, кто зарабатывает 400 тысяч долларов и выше. А тут вообще про миллиардеров, то есть это очень тонкая прослойка, так сказать, голосующих в этом смысле, но явно влиятельные люди. И тут он говорит про Украину. Это я просто говорю, знаете, учитывая, что он делает все то, что нужно делать правильно политически, и он при этом не забывает Украину, ну спасибо, мог бы что-то другое сказать, но у него все время на уме Украина. Поэтому даже когда он говорит о своей политике налогообложения миллиардеров, он все равно вспоминает Украину. А то, что это способ, не способ, сейчас нужно проголосовать за законопроект, который прошел в Сенат. Все остальное является задержкой времени. Поэтому да, в будущем нужны деньги забрать у России, и миллиардеров эти деньги, которые, их надо налогообложение повысить, потому что, ну они получают ковришки, а корицу, так сказать, жалеют. Ну извините, так что надо платить за услуги, которые вы получаете от замечательного американского государства, который дает вам зарабатывать такие невероятные суммы денег. Прекрасно. Ну давайте поможем и Украине тоже. Поэтому я вижу в этом, это как бы направление нашего авианосца на будущее, который обязательно включает Украину. Но я не вижу это как решение сегодняшних проблем. Юрий, как вы в целом оцениваете сейчас ситуацию под позицию Донна Трампа, такой «mixed bag», что называется, да, то есть «decidedly mixed», решительно неоднозначная позиция. Тут он у него получил, по сути, сейчас позицию на бирже, да, котировку на бирже «truth social». Его, и он получит, это его соцсеть, он получит этого огромный капитал, не знаю пока точную сумму. С другой стороны, апелляционный суд согласился скостить залог, который требовали, там, чуть ли не в два с половиной раза, увы. И еще дал ему 10 дней на это. С другой стороны, судья Окурга Манхэттен, Мерчин, назначил на 15 апреля дату начала судебного процесса на Трампа по делу о влиянии на выборы. То есть тут апелляция его провалилась, он хотел это перенести тоже на непределенное там будущее, желательно до уже, после, извините, выборов и так далее. То есть в целом, что называется «on balance», как вы сейчас оцениваете его электоральную позицию в том числе. Знаете, Питер, вот смотришь на Трампом, так можно и посидеть, борода посидеет, потому что вроде бы он сейчас получит справедливость, которую должен... Прекрасный пример. Слежу с 16-го года, вот что получилось. Вы видите все. Да, это от новостей можно постареть, просто наблюдать, потому что думаешь, произойдет одно, а происходит другое. Ну, да, вот, с другой стороны, какие телевизоры, какие кинофильмы. Хотя я вам скажу, я же стал смотреть самые безвредные кинофильмы, просто чтобы как бы отдохнуть от новостей. Так что Дональд Трамп должен был заплатить. Мы должны были узнать, что он действительно безденежный Дон. Он уже сказал, что он не может заплатить. Ну, так уже вот признай, вот, 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 вот. И мы ждем, когда же ему Путин подбросит миллиард долларов или Саудовская Аравия. Ну, не может же быть, чтобы он оказался без денег. Но вот часы тикают, и тут появляется в последний момент. Вот если бы так работал, знаете, наш Конгресс, было бы намного лучше, больше надежд, чем на нашу судебную систему. Которая вот это, в последний момент апелляционная панель из пяти судей решила, по причинам, которые они не решили нам достаточно много изложить, скостить. И теперь, вроде бы, он выигрывает. Но проблема для него в том, что для этого Иисуса, мага церкви, ему нужно страдать. И когда он не страдает, то он тут же теряет популярность. Потому что мы видим, а, он, значит, не несчастный. Поэтому ему нужно страдать бесперерывно. Каждый раз, когда он каким-либо образом это выглядит как победа, у меня ощущение, что после этого появляются опросы населения, которые опять говорят, что он, значит, уходит вниз. Ну, кстати, насчет того, что где находятся опросы населения. Опросы населения говорят о том, что у Трампа есть, в общем-то, потолок. И этот потолок, похоже, 44-45%. А у Байдена, видимо, он уже нашел свой пол. Это где-то там 37-38%. И сейчас, чем больше людей понимают, что это либо Трамп, либо Байден, тем больше растет поддержка у Байдена от независимых избирателей и женщин. Все идет, в общем-то, так, как Байден и рассчитывал. Он, у него все просто, ну, вы видите, это не первые выборы, которые вы наблюдаете. Это очень размеренная компания, которая у них, вот они собирались начать ее с этого выступления, показать всем галочкой. Теперь, значит, дальше галочкой они идут, они собирают деньги, они все делают. И опросы показывают это тоже, так сказать, отражают этот тренд. В принципе, сейчас Байден не лидирует на 100 очков, но нету их. Ну, значит, он там 45-44, 44-44. Но демократы сейчас чувствуют себя намного более ободренными, говорят, ободренными. Говорят, что тренд сейчас в сторону демократов. Просто интересно наблюдать, как всех ободрил и приободрил президент одной речью. Когда он вышел и прорычал на Сенат, я не знаю, может быть, потом выяснится, что это были какие-то стероиды, я не знаю, но с другой стороны, он опять же ездит, летает по всей стране, выступает, просто активизировался. До этого не было смысла активизироваться, а сейчас активизировался. Но интересно, чем его кормят, потому что работает. Наша очаровательная редактор только что добавила, подсказала в ухо нам, в мире нам хватает одного деда на стероидах, одного. Спасибо, Ира, за это замечание. Юрий, вы знаете, в «Нью-Йорк Таймс» материал опубликовал о том, что ЦРУ предупреждал российские службы о том, что ИГИН готовит теракт, но не раскрыл дополнительные детали из-за последней выдать свои источники. Враждебное отношение между Вашингтоном и Москвой не позволит США поделиться какой-то информацией сверх необходимое из-за последней, что российские власти могут узнать источники и методы американской разведки. И, знаете, в конце статьи такая вот ремарка такая, что благодарностью Россия за эту информацию отблагодарила Россию таким образом, что обвинила Америку в этих краях. Собственно, есть ли уже признаки того, что эту идею о том, что эта Украина, за Украиной стоят ее заказчики-кукловоды, подхватили некие правопопулистские силы, я мониторю Твиттер не всегда, но регулярно, там, Маджерит и Легри, и другие сыновья Трампа. Я с самого начала этого тракта подозревал, что вот эта часть нашего политического дискурса, такие ультраправые сумасшедшие, обязательно это подхватят. Есть ли знаки того, что эта версия произошедшего может начать, скажем так, распространяться и по Штатам? Смотрите, Питер, тут два момента, потому что момент о том, вот об атаке, и что это говорит о Путине, что это говорит о режиме, что это говорит о России, это один момент. А другой момент, это то, что происходит в Соединенных Штатах, где всегда была эта скрепа изоляционизма, когда, да господи, это весь мир так далеко, зачем давайте его убросим, забудем про него и будем развивать нашу замечательную страну, начиная с границ, например. Но теперь из-за присутствия Дональда Трампа и из-за того источника информации, который почему-то вскармливает его очень одностороннюю информацию, Украина виновата теперь во всем. Это не просто атака на Крокос-Сити-Холл, а это вмешивание в американские выборы. Это то, что Украина каким-то образом решила напасть на Дональда Трампа, просто вот такая атака. Поэтому этот изоляционизм стал таким конспирологическим, замешанным, и это, мне кажется, отражение эпохи наших дней, когда выяснилось, что самый главный враг трампизма это Украина. Ну, кто бы мог подумать, интересно, почему, кто ему такое мог рассказать. А вот возвращаясь к атаке, это, мне кажется, интересно, потому что в России и на Западе это рассматривается по-разному. На Западе, вы можете не согласиться, если вы считаете по-другому, но ожидается такое, как бы, смотрите, какой провал в обеспечении безопасности Путин только что позволил произойти. Наверное, скоро, ну, в какой-то момент русские люди выразят свое недовольство, у них же был вроде бы негласный контракт, что он им дает безопасность, а они ему дают власть. И вот что дальше, интересно, будет происходить. Что, мне кажется, слегка, ну, нереально мотором от реальности, но в то же время, ведь ИГИЛ действительно, видимо, атакует Россию. И тот факт, что Россия произвела такую, делала такую реакцию на западные заявления, говорит о чем? О том, что в следующий раз, наверное, не будут говорить. Ну, раз вы так, значит, вам не нужна информация. Если вы не доверяете, а потом нас обратно обвиняете в этом же, ну, наверное, в следующий раз просто вам не расскажем. Просто обеспечим, чтобы наши люди там близко не было. А вам, ну, вам, видимо, говорить бессмысленно. Хорошо. Это как бы является продолжением копания того рва и строения той стены и опускания второго железного занавеса, который говорит, что мы не доверяем этой информации, потому что она с запада. Ну, хорошо, тогда мы будем предупреждать, видимо, только тех, кто может это услышать и не будем нервничать о том, чтобы вам в следующий раз донести эту информацию, раз у вас такая реакция. Юрий, ну, в конце я все-таки хотел затронуть тему поддержки Украины в Конгрессе. Очень важная тема, мы уже ее так посредованно коснулись. Есть, вот я читаю сейчас, The Hill, судя по всему, эти discharge petitions, да, которые, мы говорим, это такие петиции об отклонении. Не со стороны республиканцев, не со стороны демократов не имеют должной поддержки. Там нужно сейчас речь о 20 голосах республиканцев, которые, к сожалению, увы, их нет. И единственное, сейчас опция, называют опцию поддержать в случае верного, абсолютно стопроцентного попытки импичмента Джонсона со стороны Маджи и третьей глины компаний. Если демократы дадут ему гарантию, что они проголосуют против этого, таким образом они сорвут эту петицию. Вот только так можно попытаться Джонсона сделать правильный исторический выбор. Как вы видите ситуацию с ним? Есть ли все-таки какие-то шансы, что мы увидим, что Джонсон понимает свою роль в истории? Я вижу это как Джонсон, как человек Трампа. Он там находится с благословения Трампа. Он человек, которого интересует только мнение Трампа, потому что мы уже видим много конгрессменов, которые были в Конгрессе давно, которые недовольны тем, как ведет себя спикер Джонсон. Если бы это был спикер, который зависел от голосов своей фракции, то он бы уже, он не оказался бы вообще Трампа. Поэтому пока Трамп контролирует республиканскую партию, то этот неуч теперь будет спикером палаты представителей и по крайней мере будет возглавлять республиканскую фракцию. Это говорит мне о том, что столько, сколько там будет человек Трампа, он не будет ставить возможно, если это навредит Израилю, даже если это поможет китайскому диктатору, все равно. Главное сейчас, Трамп сказал, Джонсон сделал. Дают мне надежду, это не petition to discharge. Тут найти республиканца с хребтом удачи. Нашелся один, так он, значит, это сделал, когда он уже уходил из Конгресса и его срочно вынесли от его офиса. То есть, они вот просто вышвырнули его оттуда, и он им вот можно показать, он подписал petition to discharge. такой же FU и спикеру. Но это говорит мне о том, что есть тренд сейчас. Действительно, люди из Конгресса особенно из республиканской фракции, потому что они а, недовольны тем, что происходит, б, они недовольны, как к ним относятся, они недовольны тем, что они, в-третьих, они приехали туда работой заниматься какой-то, вместо этого они должны вылизывать задницу Трампа и это не то, зачем они туда приехали. Оставаться еще там для нескольких зарплат перед тем, как они покинут это проклятое место в январе, так того не стоит. И поэтому я считаю, что большинство в Палате представителей скорее перейдет к демократам до потому что в мае уже будет преимущество в два голоса, чем спикер Джонсон поставит голосование любого законопроекта о помощи Украине на голосовании. Просто вот не... Да, сейчас разница одного члена разница на самом-то деле ничего они ждут и люди говорят, чтобы когда если не бог на счет наступление россиян и провал фронта, вот сейчас об этом все журналы есть, что будет в журнале есть, что будет обеспечить может быть тогда и сранцы почувствуют необходимые не знают вот на последок такая новость мы видели как Дональд Трамп сейчас пытается покрыть расходы и решить сколько кипит сникерс кроссовок по-английски называется сникерс кстати друзья и вот начал продлить видео в своей соуши и своих сторонников купить библию боже благови благослови сникерс это будет стоить 59 долларов 90 религию и государство и церковь потому что в этой книжке которую всем купить за 59 90 плюс доставка это библия и конституция интересно он не читал поэтому когда его спрашивают какая у него любимая строка у него нет он не может ничего припомнить у него нет он Майн Камп у себя на 100 что он хочет их соединить и после этого продать это конечно знаете мне кажется что это в то время как мы нервничаем а волнуемся о том что Россия может сделать фронтом из-за бездействия американского конгресса кандидат в президент от республиканской партии пробивает дно и продает библии но это мне говорит о том что он видимо деньги нужны потому что если бы деньги были ненужны то он бы наверное либо продавал их дороже брал или может быть не продавал бы библии кто его знает он в принципе продавал за свою жизнь все от стейков до воды до кроссовок до университета водки Трамп водка еще водка так что Трамп ему продавать это конечно часть его бренда но это еще знаете такое измывательство над людьми которые это покупают потому что кто-то же за это платит и это люди которые на самом деле просто спонсируют трамповских адвокатов которые защищают его от обвинений о том что он заплатил порнозвезде за молчание чтобы она не рассказала прессе о том как он с ней имел имел аферу в то время как его жена только что родила ребенка и была дома и вот эти люди которые покупают библию у него они платят за это все весь этот балаган так что посмотрим сколько библии он продаст таких вариантах бывают еще и случаи когда политики говорят у меня невероятно популярная книга потому что я купил весь тираж или там моя политическая организация раскупила весь тираж и у меня бестселлер так что посмотрим может быть библии Трампа кто-то вложится и мы еще там я не знаю будем их находить где-то посмотрим но это определенное дно которое он пробивает насчет экономиста я хотел бы только быстро сказать что генерал Бен Ходжес с которым я имел честь разговаривать я его спросил что он ожидает в 2024 году это было вне связи с экономистом и Ходжес считает что в этом году не будет прорыва на фронте в принципе он считает что это будет стабилизация фронта что могут быть какие-то маленькие успехи или поражения но в принципе картина в этом году не изменится вот будем сравнивать кто нам больше нравится экономист или Бен Ходжес мне нравится Бен Ходжес но надо готовиться к худшему и надеяться на лучшее да я уважаю Бена Ходжеса но к сожалению опять-таки многое то что он говорит зависит от что называется ИФС очень много условий это разумеется продолжение военной помощи Запада и одобрение помощи Конгрессом многое конечно зависит от этого спасибо огромное Юрий за ваше время за ваш анализ Юрий Рашки рекомендует нового собрания Угрого Рокс как используйте будущий канал Рашкин Репорт подписывайтесь на этот канал не пожалеет Юрий Юрий Республики Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»